Просто я смотрю на вашем сайте инструкцию размещения. Это ваш шок, это ваш шок, да? Но, знаете что, это первая сторона медали. Следующий, на чём я абсолютно сейчас занимаюсь, основной приоритетом управления, это у меня как называемый проект спутник, или мы его назовём смарт-пресс. Что же он из себя представляет? Он, во-первых, базируется на том самом прайс-висте, который мы в серии деревян прошли. Идёт взаимодействие программам данных с прайс-вистами, а как бы люди, все остальные, они видят, что это, например, сайты, отличный был по ценам, здесь я именно покажу. Сайт у нас один из примеров. Вы как-то вот по порядку расположите, допустим, если вы эту программу показываете, то какие функции предоставляется продавцу? Сейчас вот на примере давайте Архиреева из этого, из Усландского. То есть вот это проект смарт-пресс. Если визуально на него посмотреть, то он ничем не будет отличаться от обычных сайтов, разработанных на любом участке. Построение по определенной архитектуре в данных. В данном случае мы вынимаем. Почему просто показываем? Потому что там не осталось. У нас еще иначе. У них есть, если есть. Они могут дать видеообращение. У них подключена координа заказа. Это даже не просто сайт. Могут быть три варианта. Может быть сайт, может быть даже магазин. И еще один из данных магазинов. То есть в том случае, когда продукция какая-то мгновенная. будет моментально. Или же будет моментально. То есть вот мы пытаемся стелить грани между производителем и покупателем. И даже если они сдают свои товары в холдинге, естественно, на рынке, где они продукты, то у них есть просто шанс попытаться этот товар толкнуть, как говорится, на рынок своими собственными силами. Ведь это не повлечет никаких выборов никому. А наоборот только будет, скажем, плюс. Так как появится трафик с ней и к ним. И, соответственно, через них возможное находление. Вот. Данный проект создается буквально за день, за два, за три. И уже по выбору. Может быть, с казино заказывает. Или же не включится. Просто каталог продукции, если его покажется. Да? Здесь предоставлен товар лицом, пока он просто витрин. Любой, значит, как бы сказать, предприятие, ну, тот же самый, какой-то такой фирмен, да? Он и думает, ну, так, ему же надо поставить корону. Ну, или там что-то, да? То есть тут что-то сделать. Куча собрать всяких документов, разрешения, и тому подобное, и прочее. Вот. И особенно, когда кто-то ему звонит и говорит, там, ну, мы вам сейчас разработали сайт, но они вообще даже не знают, что есть, как к ним подключиться к этому сайту. И потом они будут еще, что это очень дорого стоит. То есть, ну, это действительно немало стоит, да? Немало по времени, немало. В нашем случае, когда люди, ну, скажем так, пытаются в тему это найти, они уже прорабатывают вопросы. Им это вообще очень нравится, и они к этому подключаются. Основная идея наша в массе это именно распространить. Распространить именно как информацию. Даже не столько вот этот сам проект, да? Этот сам проект, он, естественно, платный. Вот стоит там у нас 3000 рублей. То есть, 3500 рублей. Это создание. Вот. Это создание, вот, у них вот займут. Создание сайта, наверное. Вот вы видите, вы тоже понимаете, что это сайт, да? На самом деле, это не сайт. На самом деле, это просто ответвление от прайс-шока. То есть, это прайс-лист. На основании прайс-листа создана корзина заказа. Представителю предоставлен личный кабинет, где он может управлять ценной информацией компании, замечать фотографии и новости. Это всё мгновенно, но недостаточно. Недостаточно, недостаточно. Держать всё с пабельным устройством практически. То есть, если он у него нет времени этим заниматься, он просто навсегда будет расист, но мы сами не понимаем те цели. То есть, и за два дня, ну, то есть, крестьянско-кервиское хозяйство, лично-концовное хозяйство, ну, то есть, кервиское хозяйство может создать буквально торговую площадку, торговую свою маконечку, да. Прилабок в интернете. На базе зайти. На базе зайти. Но для того, чтобы зайти и найти это предприятие страницу, надо зайти на прайс-шок. Нет. Кстати, главное, здесь подключается прямой доменный имя. То есть, стоимость этого пакета, то есть, 3,5 тысячи рублей, это доменный имя. То есть, коза условно РЭК, либо в зоне РУ, либо в зоне РЛ, да. Это хвостер, то есть, размещение слона сайта на хранилище, стоянное его копирование, разъектирование. Так, и наше техническое служение. Ну и создание первоначально. То есть, это вот, все входит в этот пакет. Это значится пакет SmartPS, база. То есть, это без корзин, да, заказ. Если предприятие хочет, ну, желает создать имена уже продающий сайт, то есть, где человек может странировать корзину и отправить эту заявочку на e-mail поставщику с уведомлением на телефон, смс. То, что к вам пришла заявочка, посмотрите электронную почту и ответите на эту заявочку. Тут будет первоначально заплата будет 6 тысяч рублей, с последующим нам обслуживанием 2,5 тысячи рублей. То есть, эти деньги, они совершенно минимальные, и самое главное, знаете как, мы хотим свести... Что, вот, вам не зависит от объема реализуемой продукции? Нет, нет, абсолютно. Они вообще занимаются этим. Они хотят заниматься этим своим представительством, хотят к ним заниматься и просто пересылать, набрать листы свои. То есть, у них сомневались цены, они сбрасывают нам информацию. Просто так же они могут это делать сами, потому что, ну, может быть там темными... А каков акват по республике Татарстан? То есть, если кто-то будет, например, на нас выходить, ну, пытаться там, скажем так, добавить любое предприятие, то мы посмотрим по количеству, то мы, скорее всего, просто передадим аналогичный проект на франшизу, и они уже будут собирать свой ребенок, например, в Тимске, с нами, по соседству. Пожалуйста, приди на карту еще. Здесь вот карта очень интересная, контактная информация на предприятии. Очень интересно, как YouTube находить в интернете. Мы показываем... Это тоже, кстати говоря, автоматически все работает. На карте, поискалируем. Где говорится, что он попадет на этот папок? А вот приятель, адреса, внутри карты интегрированную систему поиска, где, скажем так, расчеты машин, когда добраться до этого предприятия. Как фермерские продукты. Здесь... ... ... Оптимизация поискового проекта. Там у него очень много аналогичных проектов, просто надо участвовать, и он сам на этом надо доверить. Устранить на то, что это геоинфицированная система, проваливаешь, что в районном области, и попадаешь в... Ну, а зайдет, что они заплатят на... Почему? Я могу уже лечить и платить, стоять на втором классном уровне. То есть, едем в обращении с этой позиции, уже разместить информацию о себе, сделать, разместить свой товар, сделать трубку, заказать, сейчас продажи интернет-постанов, все идут в один клик, да? Ну, нажал кнопку имя, телефон, звонили, и курьер отдал продукт, оплатил карточку и ушел. То есть, мы ушли от того, что человек платит на прямую интернет-карту, что он не хочет вставлять там свои данные, да? Там, по-моему, солью, там, по-моему, деньги украду. Да, люди же очень... Ещё пока льгофирмы находятся, там, есть, там, 30% населения, которые активно... Вы предлагаете упростить? Уже упрощено. А просто, ребята, в моё время мы делали сайт от аграризм, то есть логотип, всё это наша разработка в области. Мы работали, что в рамках проекта «Открытый Татарстан» монитора, то есть все потребительские организации, которые есть у меня сельхоза, и, соответственно, мы работали с людьми хозяйствами, тоже делали им сайты. Там невозможно работать, потому что, если они не платят за поддержку, то они туда даже не зайдут. Им надо сеять, доить, собирать. То есть, это люди чуть-чуть другого мышления. Да, если мы брали это на себя, это очень тяжело. Потому что это надо звонить, они как бы в сельском хозяйстве, инновация, в сотовый телефон. Да, есть расчётный республиканский информационный посудитель центр, который весь построен на принципе в сотовом телефоне. То есть сидят девочки, налётчик, надоемцы. Вот, и потом всё это отправляют за отчётами непосредственно. Мы работали, чуть-чуть корректируют. Телеток Николаевич там смотрит, подписывает. И после этого мы работали, что у нас тут творится. И если вы как НВЦ будете, возьмёте на себя такую роль. А если бы вы надели готовую работу, все деньги продашь. Здесь обстоят дела так, что видимо какое-то недоверие, либо непримое. Все боятся того, что мы сейчас этим сайтом объешиваемся всякими разными. Сейчас, вот здесь вот потребители, в том числе и я. Вот как вы, согласны с вот той? Я хотел как потребитель спросить, да. Где мне этот сайт искать? Вот мне, допустим, нужна какая-то продукция, я вышел в интернет. Утка. Я как его? Я здесь набираю. Найди. И он должен выскочить его в этот сайт. Он в том числе выскакивает. Хорошо. Первый шаг. Даже если вдруг я его нашел. Какой-то незнакомый для меня сайт. Я не знаю, проверенная информация или нет. Оставляю там заказ. Куда он падает? Он падает в это фермерское хозяйство? Кому-то? Никуда. Там же люди даже не понимают, что с ним делать. А для промпарка у нас есть. Да, я сейчас вам поясню. Почему я и говорю, что у нас два варианта есть. Размещение бесплатное. Это то предприятие, оно просто транслирует свой список продукции. Вы у него не закажете его. Это как желтые страницы. Вот раньше были там? Нет, мы можем. Да, это похоже и на желтые страницы, на любые страницы и на многое. Нет, давайте мы более конкретики. И он сказал о том, что вот куда упала заявка. Да, заявка. Я сейчас объясню. Заявка упала фермерское хозяйство. Я сейчас объясню. Значит, если фермер заинтересован в реализации своего товара, то здесь у меня уже есть. Если честно, да, это вы только можете не помочь. Вот вы являетесь ассоциацией фермерского хозяйства, а не находятся под вами только вот с вашей позиции. Ребята, ну реально внутри все это шумно. Да, и тот, чем мы здесь, понимаете, вот я прихожу, все говорят, да, получается сетевая версия программного продукта, да? То есть восприятие, оно другое, то есть вот еще как бы там, ну туда тяжело доходят. И надо, знаете, как в Библии написали этими словами вещать. То есть простыми словами. Просвещание. Ну, так скажем. Ну, это нескольких функций евангелистов, освещать. Нет, дело в том, что, вы знаете, вот, да, и всегда уходим мы и сваливаемся в какую-то из сторон. Поэтому, а здесь сторон очень много. Если кому-то по статистической какой-то выходке, да, нужна будет информация по перечине, если они там звалили, они упираются, но многие из них дают информацию о том, что они производят, или там ремонтируют они чего-то, да? Они дают информацию, они даже цены дают, но мы их, естественно, не повредим, потому что, ну... А может, еще вопрос? Вот вы говорили, что собираете цены, да, у предприятий. А есть ли у вас поиск по типу товара? Например, вот мясная продукция, чтобы на вашем сайте была конкуренция? Да, мясо есть. Пожалуйста, можно забивать мясо. Нет, не забивать, а что в поиске? И он покажет уже список цен, да? У кого дешевле, у кого... Он покажет список предприятий, там, ну, ранжир, скажем так, поисковой, да? Он идет немножко по-другому. Нет, спасибо. Давайте, пожалуйста, это уже эти позиции определить. Все. Можно просто, кто же через интернет заказал как раз мясо? Нет, 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 подождите, вот, я Саксубаев был, представляю, Квамир Ильжалевич. У нас вчера было сообщение проводить, как раз проводить эти бизнесы, да, вот сельчанин, который производит, там спрос, который у него на продукцию, сейчас перекупщиков эти, знаете, сколько, они валом влезут, ценно сбивают. Тут, Межалевич говорил сначала, вот эти потребительские кооперативы, у нас, вы говорили, вот, насчет агропарка есть, вот эту логистику наладить надо, зачем? Это сложно, взять толпотики, понимаете? У нас продукции есть, да. Да, у нас, вот, если наши районы взять, они 9% производят малой формы, асуэда, 9%, хотя поголовьи меньше, 7% поголовья 9% производят, то есть продуктивность больше, но логистики нету. Цена у нас там, Самара, эти, лезут там, цена, сегодня, да, слава Богу, 23 рубля молока. Летом она была 13. Переработка, вот эти потребительские кооперативы, чтобы они сами что-то могли. Мы сейчас, вот, ярмарочный сезон у нас, мы представляем, Казань, да. Да, рады, едем, мы там можем продать, там, гусей, жир, уток, картошку по нормальной цене. Поэтому, ну, это сложно, ребята, понимаете? Нет, не сложно. Дело в том, что они правильный путь показывают. Дело в том, что необходима инфраструктура. Какая инфраструктура? Вот вы сказали, и мы говорили о том, что лучше было бы, если концентрация продукции была сельхозяйственная потребительская кооператива. Сельхозяйственная потребительская кооператива. Да, сельхозяйственная потребительская кооператива. Да, потому что надо ведь следить не только за ценой, которая, допустим, сложилась у фермера непосредственно в Аксубайском или другом. Надо учитывать и цены, которые есть в целом на рынке. И вы правы, кто закажет, допустим, мясо через интернет? Кто-нибудь просто купил мясо через интернет? Хотя вы знаете, мы буквально купили. Нет, купили, и кто не купил. Нет, мы купили, мы купили. Но здесь, понимаете как, здесь в большей степени необходимо, во-первых, вот этот интернет-магазин или другой, это доверие покупателям должно устояться. Так и качество продукции должно быть обязательно. Тогда да, возможно. Тогда да, возможно. Но, а бюджет, надо вырабатывать, так скажем, понимаете, маркетологов нет. Маркетологов, я знаю, сильно нет. А проблема в том, что сегодня маркетолог, он не работает на том, чтобы... Есть ритейл. У ритейла есть огромные деньги. Ритейл делает все, чтобы выработать потребителя потребность прийти в магазин. Да? А у нас сегодня, да, те, кто занимается этих норм, у них нет маркетологов, которые выработали потребность у потребителя купить это в интернете. Это удобно. Никуда ходить не надо. Ноги морозят, минус 25 не надо. Тогда необходимо заставить, чтобы домой привезли. Необходимо заставить. Так, да. Посмотрите, я вас сейчас потихонечку опускаю на родную землю. Потом, значит, ушли далеко. Посмотри, у меня есть семенной картофель, у меня есть продовольственная картофель, у меня есть зерно, да? Но мы, значит, с интернетом работаем и технику, покупаем и все остальное. Пишем в интернете, вот, значит, нам нужен клуб, вот, выходят все поставщики клубов. Мы, значит, если пишем, продаем, значит, или покупаем, значит, все это дело выходит. Чем отличается, значит, ваш проект, чтобы, значит, действительно мы туда вошли, на ваш сайт и, значит, могли реализовать свою продукцию и себя необходимую технику и оборудование покупаем? Ну, да. Ну, вот, я хочу сказать, что пользователь вводит поисковой допрос, например, в поисковую систему, в том числе, перебирая там разные различные варианты, он натыкается, ну, скажем так, на нем представлена информация и он дальше переходит. Мы не можем его за шкивку прям взять и вот сюда привезти, но не заставить купить. Нет, это же все добровольно идет. Это вот люди начинают голосовать, конечно, на них, да, свои. Я просто хотел немножко ответить, вернее, чуть-чуть ответить назад, к вопросу о том, что, да, действительно, каждый один производит новое, другой производит что-то, и у нас есть один проект, который сейчас пока на стадии проработки, это создание вот этих самых кооперативов из мелких и малых. Мы создаем сеть хозяйцев. Нет, вот, я вам так могу сказать, на основе данного портала создается маленький центр, где к нему подключены, ну, допустим, кто-то молокон. Ну, у него в величине пропускаем продукции молокон. Мы подбираем их всех, для того, чтобы, потому что есть айфейл, подходит, он говорит, мне ваши там 100 литров или 1000 литров, они мне вообще не нужны, я даже с вами связываюсь с ними. Но если вы, например, мне там 100 тонн соберете, говорите, да, соберете, пожалуйста, я приду к вам. Мы помогаем, мы же здесь просто помогаем, по большому счету мы просто помогаем объединить очень много мелких, малых организаций, они вкупе смогут выдать ему эти 100 тонн. Мы заинтересованы в вашей работе. Дело в том, что принято решение президента Морисполицы Казахстана и премьер-министра по строительстве агропровышенного парка в сельской местности. На сегодняшний день проектно-смертная документация готовится для Рязанского и следующий для Аметьевского, Ухморского, Бугаминского, Зеленодольского. Давайте мы объединим оптово-розничную торговлю с вашей разработкой для того, чтобы продвигать товары, сельхозтоваропроизводители дальше. Делайте, почему мы говорим, агропромышленные парки в сельские местности, они будут расположены в районных центрах, где есть наличие торговых сетей. Мы говорим о том, что мы не можем пройти в торговые сети, а больше это вина государства и наша вина, потому что мы в торговых сетях не можем предложить партии товаров. Торговая сеть не поедет в нескольких сетях хозяйства, но мы будем составлять партии товаров, которые будут, конечно, сертифицированы соответствующим образом, согласно требованию. И мы, пожалуйста, можем связать. Мы сейчас с ассоциацией готовим для каждого муниципального района бизнес-проект. Мы исследуем весь муниципальный район, от количества жителей и до того, что муниципальный район готов произвести и что производит. Поэтому давайте на эту площадку мы свободно можем разместить базу для того, чтобы она работает. Технические задания мы можем вам дать или совместно мы совместно разработаем, платформу определенную и вот эти вот, то, что говорил Марат Максович, мы вот эти вот ответвления от этого сделаем по разным видам продукции, по разным направлениям. Я хочу привести в связи с этим пример. Я немножко готовился для того, чтобы здесь вот вам сказать, уважаемые коллеги разработчики, вот обороты розничной торговли в республике Тарстан на сегодняшний день составляет, знаете сколько, 776,2 миллиарда рублей. Вы вдумайтесь, в год, 776 миллиардов. Из этой суммы продовольственная продукция составляет 370,2 миллиарда рублей или 47,7 процента. То есть возможности вот ваши, наши и наши желания, они в полной степени совпадают. Понимаете как? В полной степени совпадают. Потому что добавленная стоимость уходит не сельхозтоваропроизводителем, не в реальную экономику, а ну на купли-продаж. Она тоже нужна. Потребитель это инвестор по факту. Совершенно верно. Совершенно верно. Это инвестор, да. Это инвестор. И поэтому каким образом мы будем этот самый удешевлять продукцию, удорожание продукции. И при этом необходимо отметить о том, что при такой технологии все-таки должно, я от имени сейчас потребителя выступлю и скажу о том, что удешевление должно быть. Удешевление должно быть. Почему? Потому что вы вот заметьте, молоко мы продавали, допустим, за 12 или за 15 рублей, а нормализованное молоко, где жирность более целых 2 десятых, да, мы покупаем за 50 рублей. И когда мы планировали идею, идеологию составляли для агропромышленного парка Казань, тоже участник этой разработки, мы предполагали, что в агропромышленном парке продукция фермерских хозяйств, христианских подворья на 25-30% должна быть дешевле. Но от нашей идеи, идеологии отказались. Она должна была работать на другой основе, на другой организационно-правовой форме, которая называется вот сельхозяйственным потребительским кооперативом. Мы специально пришли на это, договорившись с председателем ассоциации, с фермерами о том, что да, мы свободно можем, когда наша продукция через торговые сети переработки в 3-4 раза увеличится. Почему мы для потребителя не можем на 25% снизить цену товара? Хотя это в определенной степени возможно противоречит рыночным отношениям, но мы с чем-то для того, чтобы повысить нашу конкурентоспособность, мы решили таким образом выйти. Почему бы нет? И поэтому нам надо встретиться, и они должны нам говорить. Я просто хотел, ну я хотел, ну просто программист, но все равно я держу в том, что снижение цены, ну или хотя бы увеличение подъема, он конкретно лежит в русле увеличение объема. Чем выше объема, тем меньше цены. Соответственно, конечно, это... И все сохранится, потому что если объемы не будут наращиваться, цена будет увеличиваться. Да, это случай тоже аксиома, поэтому давайте мы приглашаем вас. Вот, может быть, вот то, что вам сказали вовремя Александр Оперативович, то есть ему надо продать картофель за деньги, получить деньги. Получение денег продажи картофеля это связано, значит, еще с достаточно серьезным маркетинговыми торговыми садрами. Потом за эти деньги ему надо купить пол. Так получается. Ну это отдельная степень. Нет, то есть вы не предусматриваете вот на своей площадке формирование вот таких взаиморасчетных архитектур. А, это вообще легко все реализуется. Если тогда это было бы, я думаю, ваша площадка бы отличалась бы от всех остальных площадок. Но... Не надо это... Бравдаа! Бравдаа!